Олжас Акимов 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 лапароскопические операционные аппараты и автоматизированное оборудование для тяжелобольных. В год у нас пролечивается до тысячи больных, в месяц проводится 120 операций. Дети аула Бедайколь раньше играли, где придётся. Не было игровой площадки. При спонсорстве корпоративного фонда Самрук Казана Траст построены спортивные и игровые площадки общей стоимостью 56 миллионов тенге. Раньше мы играли в футбол в поле, получали ушибы и травмы. Мы очень рады новой спортплощадке. Мы все очень любим спорт и в особенности футбол. Каждый день приходим сюда тренироваться. Детище телеканала «Казаларда» проекта «Жир Кирюэ» начал свой новый сезон. Цель проекта – сохранение и популяризация уникального искусства жирал. С этой целью используются разные форматы. В этом году планируется отдельно останавливаться на творчестве шаиров. Первый концерт был посвящен богатейшему наследию известного жирау Сарсимбая Буртибайола. В этом году 120 лет со дня рождения Сарсимбая Жирау, но его творчество живёт в народе. По словам ценителей, у жирау были три сборника произведения. К сожалению, написанные на чагатайском языке две книги потерялись. Сегодня потомки легендарного Сурей занимаются восстановлением утраченного. Свою лепту в это большое дело вносит и проект «Жир Кирюэна», в котором вот уже который год звучат бессмертные проведения жирау. На концерте прозвучало много сведений о Сарсимбая Жирау, его тюрьме Тулгау, Хикаяда Станы. Известные жирши Жирау исполнили лучшие его творения. Талант Сарсимбая Жирау передался от его матери. Он, в свою очередь, передал своё искусство сыну Алшинбеку. Алшинбек оставил его нам, своим детям. Это большой аманат для нас дальше пропагандировать это искусство. В вниманию ценителей искусства «Жира» в рамках проекта «Жир Кирюэн» сегодня в 18.00 в Доме культуры имени Аскара Тукмагомбетова состоится вечер-концерт Нартае Бекижанова. Вход бесплатный. Казлардинский уникум, 16 лет установивший новый мировой рекорд Бекпола Атрахат, признан лучшим тяжелатлетом чемпионата Азии в Узбекистане. Напомним, Бекпола Атрахат на континентальном турнире поднял в общей сложности 356 килограммов, 158 плюс 198 и завоевал чемпионский титул среди юношей до 17 лет и среди юниоров до 20 лет. Кроме того, установил мировой рекорд среди юношей в толчке. Таким образом, 16-летний силач побил рекорд Ильи Ильина, который поднял на этом чемпионате Азии 355 килограммов и признан лучшим тяжелатлетом чемпионата Азии. В Казаларде стартовал 8-й республиканский турнир по казах-кресу в памяти известного казахского борца Кажемухана Мунатпасула. Кажемухан Мунатпасулла – знаменитый казахский борец. В 1927 году ему, как первому казаху, многократному чемпиону мира по борьбе было официально присвоено почетное звание «Батыр казахского народа». В турнире его памяти в этом году принимает участие 17 команд из Узбекистана, Кыргызстана и всех регионов страны. В общей сложности около 220 спортсменов. В течение двух дней они будут бороться за призовые места в 9 весовых категориях. Восьмой раз проходит соревнование по борьбе памяти народного батра Кажемухана Мунатпасула. В соревнованиях принимают участие спортсмены из всех регионов нашей области. Это большая подготовка перед чемпионатом страны. Победители будут удостоены звания кандидатов в мастера спорта. Я приехал на эти соревнования с большой подготовкой, как и мои соперники. Мне бы хотелось стать сильным борцом, как наш дедушка Кажемухан и с гордостью нести флаг Казахстана. И это было последнее сообщение выпуска. Наши новости вы можете посмотреть через портал Кастерка Киезет на сайте телеканала Казаларда. И о погоде завтра днем по области ожидаются осадки в виде дождя. До встречи в эфире. Всего доброго. В Оральском районе днем плюс 2 градуса, ночью минус 3. В Казалинском районе днем 3 тепла, ночью минус 2 градуса. В Байконаре днем плюс 4, ночью 1 тепла. В Кармахшинском районе такая же температура воздуха, днем плюс 4, ночью плюс 1 градус. В Жалагарском районе днем плюс 5, ночью плюс 2 градуса. В Садаринском районе днем 6 тепла, ночью 3 плюс. В Шиилийском районе днем плюс 7, ночью плюс 4 градуса. В Жанакурганском районе днем плюс 8, ночью плюс 5. В Казаларде днем плюс 6, ночью 2 градуса со знаком плюс. Доллар США 377 тенге 9 иен. Евро 477 тенге 37 тен. Российский рубль 5 тенге 93 тен. Китайский юан 53 тенге 95 тен. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...